Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, разрешите представить вам доклад, который стал результатом работы двух команд. Основная работа легла на онкоиммунологов Института онкологии, в частности на Ирину Александровну Балдуеву, на Татьяну Леонидовну Нихаеву, Анну Борисовну Данилову. Вторая команда – это были хирургические команды, онкологи, базирующиеся на отделении общей онкологии и таракальной онкологии, не онкология Петрова. Сейчас мы представляем сборную работу. Заболевание с меланомой Российской Федерации составило около 8 тысяч случаев на 2010 год. Прирост заболеваемости составил 26%, распределение по клиническим стадиям первая и вторая стадии составили 68%, третья стадия – 18%, четвертая – 9%. Летальность больных в течение года с момента постановки диагноза составляет 13%, что достаточно высоко для данной группы больных. Пятилетняя выживаемость при первой стадии при адекватном хирургическом вмешательстве составляет до 92%, при второй стадии, к сожалению, уже всего 67%. Это обстоятельство делает необходимым поиск принципиально новых методов, как системного, так и местного неодевантного и адевантного лечения. Теоретические предпосылки и практический опыт последних лет делают перспективным использование у больных с локализованной формой заболеваний, в частности, первое и второе заболеваний, третья стадии фото-динамической терапии, неодевантной фото-динамической терапии. Хотя история фото-динамической терапии насчитывает не один десяток лет, и только в последнее время детальное изучение механизмов фото-динамического эффекта, влияние фото-динамики показало, что помимо прямого цитотоксического действия на опухоли в клетке, метод обладает антиваскулярным и иммуностимулирующим эффектом. Фото-динамическая терапия имеет широкий спектр эффектов, как прямых на клеточном уровне, так и непрямых, связанных с повреждением сосудов опухоли и иммуномодуляцией. Понимание механизма фото-динамической терапии сделает ее клиническое применение более эффективным, высокоэффективным, особенно в комбинации с другими методами лечения, такими как химиотерапия, особенно отказается внутриопухолевой фото-динамической терапии. Предпосылкой к этой работе стали недавние исследования, показавшиеся, что таки инициированные фото-динамической терапией процессы, как апоптос опухолевых клеток, развитие острой воспалительной реакции, распознавание Т-лимфоцитами опухолеассоциированных антигенов, могут стать пусковым механизмом в активации противоопухолевого иммуного ответа. Кроме того, фото-динамика обладает прямым цитотоксическим эффектом, и погибшие опухолевые клетки фагоцитируются, процессируются и презентируются макрофагами и дендридными клетками, наивным Т-лимфоцитом в лимфатических узлах. Реакция иммунной системы в ответ на фото-динамику выражается в инфильтрации опухоли нейтрофилами, макрофагами и сопровождается выделением цитокинов и медиаторов. Активация Т-лимфоцитов приводит к уничтожению оставшихся опухолевых клеток и эффекту. Однако на пути широкого клинического применения фото-динамической терапии существуют и определенные трудности. В ряде случаев эффективность фото-динамики при лечении меланомы явно невысока. Последнее время мы встречаем такие проблемы, как при высоко пигментированных меланомах фото-некроз и трудности в постановке патоморфологического диагноза, что является основополагающим в диагностике собственной меланомы. Одни авторы связывают это с недостаточным накоплением фотосенсибилизаторов в опухоли, невозможностью доставки оптимальной дозы лазерного излучения из-за поглощения света как раз пилонинами. Другие исследователи указывают на опухоль ассоциированную иммуносупрессию и дисфункцию антигенопрезентирующих клеток. В первой части, проведенной нашими великолепными онкоиммунологами, была экспериментальная разработка фотоиденцированного апоптоза клеток опухоли. Использовали клеточные линии меланомы человека МЛ-226. Фототитозин добавляли в различных концентрациях 0,5 мкг, 1,2,5 мкг на мл. И облучение лазером проводили через 30 минут дозы света 0,3-0,6 жульна сантиметр квадратный. Исследования апоптозы проводили через 1, 2, 3, 4 часа после облучения клеточной линии клетки в 10,6 мл. Снимали с пластика, отмывали, помещали в солевой буфер, добавляли анексин, пропидиадид, инкубировали в темноте при комнате температуре 15 минут и наносили на стекла с помощью цитоспин. В дальнейшем рассчитывали результаты. Целями первой части работы были определение концентрации необходимого фотосенсибилизатора, дозы света, времени до наступления ранней стадии апоптоза. На предыдущей картинке мы видим ранний апоптоз в опухолях клеток, что явилось собственной целью данной работы. В результате экспериментального исследования были решены все задачи. Была оптимизирована концентрация фотосенсибилизатора, оптимальная доза света и время до наступления ранней стадии апоптоза. Здесь на слайдах мы как раз видим апоптоз клеток и уже развившийся фотонекроз у больного меланомой кожи. На данном слайде пошла вторая часть работы. Уже с пациентами при проведении хирургического лечения больных проводили по стандартной методике в объеме радикального хирургического вмешательства, то есть со стандартным отходом от первичной опухоли при узловых, поверхностных меланомах и так далее. Здесь у нас участвовали в первой группе 25 больных, в первой группе, у которых не проводили фотодинамику, и у второй группы, где проводили, также 25 рандомизировали. Вторая сопоставимая по всем клиническим параметрам с контролем группы пациентов, за два дня до хирургического лечения подвергалась фотодинамической терапия с препаратом фотодитазин, наиболее распространенный по эффективности, наиболее эффективный фотосенсибилизатор. И через два часа после инфузии фотосенсибилизатор проводили флуоресцентное картирование для того, чтобы выявить накопление фотосенсибилизатора в опухоли. Затем облучали опухоль длиной волны 662 нанометра, мощностью 400 джоулей. Здесь мы видим видеоизображение первичной меланомы, получаемое от чувствительной черно-белой камеры. А здесь как раз видеоизображение первичной меланомы, получаемое от чувствительной черно-белой камеры после облучения. Видим здесь появление некроза. Здесь представлена гистограмма флуоресценции меланомы кожи, оранжево-красные участки гистограммы соответствуют максимальному накоплению фотосенсибилизаторов опухоли уровня флоресценции. Если посмотреть предыдущий слайд, то это как раз наибольшая толщина опухоли. Иммунокомпетентные клетки изучали по экспрессии дифференцировочных антиогенов. При анализе субпульционного состава иммунокомпетентных клеток учитывали абсолютное содержание как Т-лифоцитов так и Т-лифоцитов токсических, Т-хелперов, Т-хелперов активированных, Т-клеток двойных уложительных и Б-лифоцитов. И в итоге мы получили наличие апоптоза в культуре клеток. Здесь мы представлены через час после фотодинамики той первой группы. Поздний апоптоз. То есть при большей экспозиции мы получаем более полный апоптоз. Ну и здесь будет через 4 часа после фотодинамики явно лучший ответ с экспозиции 10 минут. Здесь мы отметили содержание основных субпопуляций. Как видно на данном слайде, при выполнении в группе с фотодинамикой повышается группа Т-хелперов, Б-лифоцитарное звено и активированные Т-лифоциты. С чего мы сделали вывод, что неодимантная фотодинамическая терапия активирует Т-клеточное звено иммунной системы, увеличение абсолютного числа Т-хелперов, Б-клеточное звено, повышение числа С19+. Отмечается тенденция к увеличению содержания активированных Т-лифоцитов. Таким образом наблюдается отчетливая активация как Т-клеточного звена, так и Б-клеточного звена иммунной системы. Вероятное всего происходит следствие апоптоза, который запускает противоопухоль иммунный ответ. В продолжении данной работы мы провели, расширили показания для того, чтобы как раз избежать у группы больных с высоким содержанием меланином вот этих вот проблем с диагностикой. И перешли на второй этап нашей работы – проведение интероперационной фотодинамической терапии на луже удаленной опухоли с целью возможного повышения показателей как общей, так и безрецитивной выживаемости, учитывая уже полученные данные иммунного ответа при неодивантной фотодинамической терапии. И здесь, если распределение больных меланомой, не получавшую фотодинамику, мы использовали контрольную группу 495 пациентов с возрастом от 15 до 90 лет, средний возраст составил 54 больных, толщина, к сожалению, для Санкт-Петербурга 4 мм, инвазии по Кларку 3. У нас был один пациент ин-ситу, как в первой группе, это второй этап, поэтому у нас и здесь, и в предыдущем слайде есть Кларк 0, это мы подразумеваем меланомы ин-ситу. И вот распределение больных меланомой кожи, получавшую фотодинамику. Они, в принципе, сопоставимы. Здесь Брислоу 2, возраст 57, составил средний возраст, и по Кларку 2, 3 период наблюдения. К сожалению, в данной группе период наблюдения недостаточен для того, чтобы мы считали эти результаты окончательными, это пока предварительный наш доклад. И здесь среднее значение с наблюдением все-таки 15 месяцев. Мы получили отличные ответы, отличные результаты нашей работы, показатели общего выживания больных в зависимости от наличия ФДТ, то есть у группы с ФДТ, вот синее, как мы видим, все-таки их не так много, еще 116 человек. Мы получили увеличение выживаемости, общей выживаемости, получили статистическую значимость. Однако в связи с тем, что малое количество больных и еще недостаточные сроки наблюдения, мы не получили отличные результаты по безрецидивной выживаемости. Как мы понимаем, у меланомных больных, все-таки особенно у женщин, которая преобладает в данной нозологии, рецидив случается от года до трех лет. Мы, к сожалению, пока результаты не получили, но пациенты наблюдаются и наблюдаются в институте онкологии, достаточно четко отслеживается их приход в институт и выявление рецидива. Таким образом, фотодинамическая терапия является одним из наиболее перспективных терапевтических методов, которые появились в онкологии за последние 30 лет. Выявление механизмов фотоиндуцированной клеточной гибели и влияния фотодинамики на иммунную систему пациентов позволит нам создать более эффективные схемы лечения и в данной группе больных. Благодарю за внимание. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Большой вопрос, на самом деле, несколько. Спасибо. Спасибо большое. Но о том, что фотодинамика перспективная иммуномодулирующая терапия, в принципе, известно. И было показано в начале 2000-х годов большое количество исследований под руководством Хамблина. Это американский канцерный центр. На самом деле вопрос, что добавилось нового. Может быть, это именно применительно к меланоме, именно иммунодулирующий эффект. Второй вопрос. Как переносили режимы, вызывающие ранее паптос системы инвитера на систему пациентов, потому что это нетравиально дозу перенести. Ну и, наверное, можно ли сравнить эффективность и иммуноудуляция фотодинамики с иммунотерапией, про которую, например, мы сегодня полдня первых слушали в клинике при меланоме. Спасибо за вопрос. Если отвечать с последнего вопроса. Мы знаем все, кто здесь сидит, что меланома – это все-таки очень иммунозависимая нозология. Поэтому для нас был основным как раз поиск какого-то варианта лечения, которое бы влияло как раз на иммунную систему пациента, чтобы при первой-второй стадии за счет, может быть, местного иммунного ответа, за счет системного иммунного ответа получить более высокие показатели общей безрецидивной выживаемости. Как мы все знаем, что как бы поздно мы не оперировали меланому, прогноз выживаемости у данной группы больных зависит только, собственно, от их иммунной системы. И как бы поздно они не пришли, все равно пациенты возвращаются к нам только с… все-таки, вот как уже говорили в начале, вероятнее всего, связано с дисфункцией иммунной системы, никоим образом, ни от чего другого. Вот как переходили с дозой, мы выбрали наиболее оптимизированную дозу и в инвитро, и уже после этого переходили на пациентов. Второй вопрос. Вы знаете, в нашей работе мы новизну не ставили. Для нас, как хирургов, являлась именно основной показатель общей безрецидивной выживаемости. С точки зрения данной работы мы не вносили ничего нового. Это больше вопрос к Ирине Александровне, что вот они вносили именно с точки зрения работы инвитро, вот с точки зрения клинициста, мы развиваем отходы уменьшения койко-дней с точки зрения интероперационной фото-динамической терапии, повышения шансов для нас патоморфологического верифицирования диагноза, с точки зрения увеличения как раз показателей общей безрецидивной выживаемости, как клиницист, как онкоиммунолог. Вот, Ирина Александровна, что мы внесли нового в первую часть в инвитро? Нет, не в инвитро, а именно в инвиво, именно в иммуномодуляцию. На самом деле правильный вопрос, потому что старое, скажем, в устах уже современных докторов может звучать как бы как старое, да, повторение. Но на самом деле мы исследовали субпопуляционный состав, маркеры активации, ну, в отличие от клиницистов, которых интересует выживаемость там и безрецидивный период. Вот, нас интересовал, есть ли на самом деле иммунный ответ, как долго он держится. То есть эти пациенты, они находятся под наблюдением, в том числе оценка иммунного статуса и сравнение иммунного статуса показателей, иммунологические показатели пациентам, которые получали фотодинамическую терапию и которые не получали. И здесь, вот как нам представляется пока теоретически, что еще идет и активация местного иммунитета, то есть идет облучение ложи опухоли, да, то есть идет запуск иммунного ответа еще и компонентами опухолевых, так скажем, антигенов, которые, может быть, да, находятся в опухолевом микроокружении, и мы моделируем, меняем опухоли микроокружения. Ну, такие вот у нас, как бы, наши, наш такой посыл, который еще вот будет дальше в дальнейшем исследоваться. Спасибо за ваш вопрос, он на самом деле очень интересный. Мы как раз и хотели сказать, что это только начало, потому что пациенты еще не прошли определенный этап, они еще не, ну, то есть некоторые только прошли, положим, чуть больше года. Иммунные статусы нам еще не показали, как это отразилось в дальнейшем, и еще вот это просто начало нашей работы. Тогда такой вопрос, я не знаю, к кому его отнести. Как у вас было насчет макрофагов и МДСК клеток Терегов, вот, концентрации Терегов, уровня макрофагов CD11? Что было с… Здесь можно картинку просто… А можно? Там мелкие эти… Мелкие… Маленькие… Сейчас, сейчас, сейчас. Вот желтая таблица где? Так, что мы имеем? Что мы имеем здесь? Нет, у нас макрофагов здесь нет. Это вы вот… Техелперы, для нас принципиально было здесь, в раннем выявлении вот техелперов, были лимфоцитарного звена повышения и активированы лимфоциты. Макрофаги, макрофаги, я не вижу макрофагов. У нас их нет. Нету? Они у нас не представлены были. Не представлены. Это другой вопрос. Хорошо. Хорошо. А треги CD20? Да. А, это периферия, да? Это иммунные статусы, да, и результаты иммунных статусов. То есть мы каждому пациенту брали до фотодинамики и после фотодинамики, просили выполнить иммунный статус и на основании полученных данных составили данную таблицу. То есть у кого из пациентов с фотодинамической терапией отметили какие-то повышения и составили сводные данные. И CD4 у вас вроде бы, я не вижу цифры, в два раза, да, получается, или что? У нас Т-хелперы, по-моему. Хелперы, да, вот CD4, я и говорю. Да, 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 да. Во сколько? То есть если мы говорим до операции, у нас был 0,72, 0,91, вот плюс-минус 0,3, мы отметили повышение Т-хелперов. Здесь также вот до операции, были лимфоцитарное звено 0,16 до операции и фотодинамики, собственно, и после фотодинамики 0,19. А у группы больных, у которых не было фотодинамики до операции, соответственно, 0,18 тоже были лимфоцитарное звено. То есть никоим образом… Вот как-то так. Это на седьмой день, а позже… Позже пациенты… Вот на данный слайд это не отразилось, а в дальнейшем пациентам приходили через три месяца, показатели падали, насколько я помню, и здесь значимых составляющий не было. И это отразилось именно как раз на седьмые сутки после операции. У именно фотодинамической группы. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Нет больше. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.